Всем привет дорогие друзья, меня зовут Твист и это очередной редстоун туториал, в котором я вам покажу довольно таки интересный механизм, я не придумал бы название, но это получается вот такой вот проходик, довольно таки даже это можно сказать подъемник на небольшую высоту и как бы такой секретный проход. Я не знаю как я назову этот механизм, в общем что из себя представляет этот механизм, мы становимся на нажимную плиту, подходим притык к стене, подпрыгиваем, так тут что-то у нас не получилось пройти, потому что мы застряли между поршнем, давайте еще раз попробуем, вот. И нас поднимает собственно говоря вот на такую высоту, где там может быть какой-нибудь либо проход, либо ваш какой-нибудь скрытый сундук с алмазиками допустим какими-нибудь. Есть также можно вместо нажимной плиты просто-напросто поставить кнопку, мы так подходим к стенке, нажимаем и все, и мы наверху, только мы сейчас застряли в поршнях. Так, давайте я все назад верну, вот так, все, то есть в принципе без разницы что сюда ставить, либо кнопку, либо поршень, поршень, нажимную плиту. Ну что ж, давайте теперь перейдем к самой схеме, схема у нас выглядит вот так, как вы можете заметить, вот такая вот у нас схемка, довольно таки компактненько получилось, и давайте мы ее построим, ну а для начала нам надо платформа 5 на 5 блоков, и мы начинаем выставлять наши поршни, поршни мы будем выставлять вот таким вот образом, ставим вот сюда блок, давайте так, чтобы все симметричненько было, ну вот так, ставим сюда поршни, сюда липкий поршень, и по бокам ставим обычные наши поршни, вот таким вот образом. Дальше, что мы дальше делаем, мы берем блок слизи, так, где он у нас тут, вот он, ставим его сюда в центр, теперь сюда выставляем вот так вот блоки, здесь мы ставим redstone факел, и здесь мы также ставим redstone факел, сюда мы ставим репитер с задержкой в один клик, сюда с задержкой в два клика. Теперь, сюда мы ставим redstone, сюда мы ставим блок, сюда мы ставим репитер с задержкой в один клик, далее сюда мы ставим блок, и проводим вот здесь вот так, везде redstone, после чего мы ставим здесь блок, и вот здесь блок. У нас получается вот такая вот хреновина. теперь ставим сюда блок, так, давайте я немножко подсмотрю, да, все правильно, и заодно у меня есть в инвентаре. И теперь мы ставим вот сюда пол блоки, таким вот образом, сюда мы ставим репитер, сюда redstone, репитер, по-моему, с задержкой, нет, без задержки, я немножко подзабыл эту схему, вы уж меня, извините. Дальше ставим вот так блоки, вот этот блок убираем, и еще сюда два блока ставим. Теперь здесь мы ставим два репитера на максимальную задержку, здесь проводим redstone, здесь мы ставим блок, потом красный факел, далее ставим сюда блок, сюда блок, сюда мы ставим, по-моему, redstone, и сюда мы ставим липкий поршень, давайте мы его возьмем, вот так, и сюда мы ставим липкий поршень, вот таким вот образом. И здесь мы можем уже вот так закрывать. Далее, что мы делаем далее? Далее, мы поднимаем всю, поднимаем вверх нашу постройку, и сюда мы ставим вот так, вот таким вот образом, красный факел, потом блок, потом мы делаем следующее, это ставим вот такую хреновину из блоков, сюда мы ставим репитер с задержкой в два, в три клика, и сюда в один. после чего мы ставим здесь красную пыль, потом сюда мы ставим факел, здесь мы можем уже поставить поршень с блоком, вот таким вот образом, это можем уже все закрыть. давайте вот так закроем, вот таким вот образом, это все дело закрывается у нас. Далее мы сюда ставим, вот сюда ставим липкий поршень, я сказал, сюда липкий, сделаем короче обычную стандартную дверь, один на два. Так, сюда мы ставим блоки, потом мы ставим сюда блок, один над красным факелом, сюда блок, и начинаем делать обычную дверь. Сюда мы можем поставить сразу репитер, и провести вот здесь редстоун. Вот так, дверка наша закрылась, и теперь мы это все можем, собственно говоря, закрыть. вот таким вот образом. И теперь, чтобы сделать нажимную плиту, допустим, мы ставим сюда нажимную плиту, далее берем поршень, который будет направлен вот сюда, потом берем редстоун блок, далее ставим сюда вот блоки, точнее сюда блок, и вот так вот блоки выставляем. Теперь сюда мы ставим редстоун, после чего два красных, два репитера, ну, допустим, с задержкой с какой-нибудь, без разницы, и сюда ставим редстоун. Теперь давайте чуть-чуть продлим, чтобы можно было хотя бы разбежаться. И теперь, если мы будем вот так вот идти, так, у нас чего-то не открылось, а, ну да, я забыл здесь поставить задержку, здесь нужна задержка в один клик. И теперь давайте еще раз попробуем. И да, все, у нас все, в принципе, работает, только тут, конечно, то, что мы застреем в блоках, это, конечно, не очень хорошо, но получилось, как получилось. В общем, вот такой вот получился механизм. Давайте еще раз попробуем. Да, все отлично. Все прекрасно у нас работает. Получился вот такой довольно-таки интересный механизм. Надеюсь, он вам понравился. Можно его использовать где-нибудь в каких-нибудь, допустим, проходах секретных. Можно его использовать, допустим, когда от каких-нибудь зомби убегаете, или там скелетов такие раз, пробегаем, оп, и все. То есть, довольно-таки полезный, полезный проход. Ну, надеюсь, он вам понравился. И вы поставите лайк этому видео. Ну что ж, а на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, а с вами был Twist. Всем удачи. Всем пока. Пока.